Плачет. Прост плохо, в общем, звание был мальчик-спальчик. Вот, пожалуйста, обманщики-портные. Как вам такая история? Давайте послушаем. Обманщики-портные всю ночь провели за шитьем и сожгли годом двенадцати свечей. Они делали вид, как будто поснимали и не видели ткань, резали ее невидимыми ножницами, вставляли невидимые ниги в головке и делали невидимые спешки. И когда-то утром в платье было готово, явился сам король. Ну да, явился король, а не его отец. Он предстал перед народом и все ему говорили, «Вадже, величество, вы выглядите великолепно!» Это просто прелесть! И только один, смотри, мальчик, и в толпу сказал, «А король-то голый!» Да, коллега, вот умели же раньше писать гениальные рассказы. А знаете что? Умели-умели, писали-писали, писали, и все гениальные сказки давным-давно написали, а вы с вами не напишите. А знаете, почему мы ничего не напишем? Почему? Потому что вы лентяй! А, я лентяй, отлично! А почему это я лентяй? Ну, вы лентяй-постяки! Ничего не делайте! И ваш дом не лезут для этого! Скажешь ли? Да! А когда? Ждаются прекрасные детские сказки! Да! А вы, значит, прямо гений! Вот прямо на ходу пишите сказки! Коллега, я буду придумать какую-нибудь сказку, да? Сказку? Мне лентяй-постяки! Мне лентяй-постяки! Ну, что же! Давайте проверим ваши китайские игры! Давайте на ваши идеи! Вот и я думаю, пожалуйста, займите! Что, новая сказка? Новая сказка! Абсолютно! Жил старик! Жил старик! Кто это? Жил со старухой! Жил старик со старухой! А жили они? В лесу! Нет! В лесу! Эээээ... Тогда на вершине мука! Нет-нет-нет-нет! Какого волка? Какого есть? Какие волки? У самого синего моря! Ну, что? Жил старик со старухой у самого синего моря! И вот однажды старик... Старик взял небо, пошел в море, забрасывает небо, небо в море и начинает тянуть, тянет, тянет, и вытягивает золотую рыбку, которая исполняет все три его желания. Старик, откуда вы ставите, я хотел пять человек, не поверите, вы сейчас серьезно, ведь эту сказку еще, где же, где же, вот, 200 лет тому назад написал Пушкин, в странице 79, можете проверить, если не верите. Ах, так, Пушкин, значит, не написал, да? Хорошо. Раз Пушкин все уже написал, то мне, собственно говоря, ничего не остается, как выпить капель, потому что я больше так не могу, не могу, мне уже не надо. Это лица ли мне это в шагу? Кассии. Лица, вот такие лица, еще снимают нас на камер, как не стыдно, говорим, что нельзя снимать. Да-да-да-да, коллега, мне кажется, вам не кажется, не кажется ли вам, что, что кажется мне, что вам не кажется, это не кажется вас здесь, Костя? Не одинаковые, смотрите, люди. Давайте подойдем и спросим, может, а мы... Здравствуйте. А-а-а! Живые! Класс! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же вы там сидите? Заходите. Живые? Класс! А ну-ка, проходите. Проходите, присаживайтесь. Вы как раз, ребята, вы даже не представляете, как мы вовремя... Сейчас я другую расскажу. Вот другая сказка. Жил шарманщик. Он играл на шарманке. А дома у него на стене висел холст. За этим холстом был... Дальней, на этом холсте был нарисован очаг. А за этим очагом была потанная дверца, которую можно было открыть только тем, что хранила большая черепаха. И это вот было... Коллега, что такое? Мне кажется, не знают, что это за сказка. Знает, да? Проакуратина. Проакуратина, абсолютно верно. Так, мой друг, мой друг. Что и требовалось доказать. Все гениальные сказки уже давным-давно написаны. И мы с вами ничего не придумаем. Ничего, да? Очевидно. Ничего. Нет. Вот вам нравится издеваться над тобой. Я сижу, работаю, тут нервничаю. Выдаю, что-нибудь придумать. Они не приходят, и все знают. Все знают. Все знают. Ладно. Тогда сейчас... Так, сейчас мы достанем нашу волшебную книгу. Нет, нет, нет. Да, да, да. Достанем нашу волшебную книгу и отправим их в мир нашей сказочной фантазии. Коллега, вы в своем уме? Да. Да. Холодно, страшно. Они там потерялись. Да, да, там холодно, там страшно, там опасно, там есть, как они, волки. Ну, ничего. Что поделаешь? Пусть нам идут там порядок, повеселятся и придумают свою собственную сказку. Коллега, ну, это все под вашу ответственность. И надо сначала у них спросить, а вдруг они боятся? Ладно, что мы спрашиваем. Современные дети ничего не боятся, правда? Да. Вот, отлично. Друзья, вы знаете, когда мы вас сейчас отправим? Нет? А я вам расскажу. Смотрите, что это? Это волшебная книга. Пойдемте с нами, скорее пойдемте. Сейчас вы все узнаете. Только пока это сидим с нами камень, значит у нас ничего не получится. Мир нашей рассказы. В фанказе. Сладитесь вот здесь, становитесь. И повторяйте волшеб... Стоп. И повторяйте волшебные слова. Готовы? Мамы тоже готовы? Конечно. Тогда протягиваем ручки к камину. И начинаем колдовать. Мама, ручки к камину. И начинаем колдовать. Вирио-парады, чили-чаламады, чили-чаламады. И дверь под. Ну... Ася, кто-то здесь говорит. Видали? Что же он сказал? Он же вот? Он же вот. Не стул. Богу, что так делать. Я не могу. Ну что, он конечно же не знаю. Поместить мне, как лучше, к этому. Как же, я стою мало? КАРУ! О, ты слышал? Он уже здесь! Этот известный краянский бережок уже здесь у нас! А мы его не готовы совершенно! Что же делать? Что же там делать? Вон! Надо встань! Да, хорошо! А ну-ка, сюда подойди! Да, ты же вы или ты? В галереи станет! Да-да-да, ты музыка! Очень прекрасно играешь! Давай ты уже встретишь! Наши бережок! А, нет, конечно, прости, Писан, но я не знаю, кто Лянского! Что? Значит, теперь ты не знаешь, что Лянского? Значит, ты как один доллар в концерты клясал, да? Значит, как инструменты они труды искать тоже не станут! А ты теперь не знаешь, что Лянского! Что? Что? Я знаю, что Лянский студент это нам не помогает! Нам совершенно не помогает своим песням! Да! Доброе черно! О, черно! Он черно! Да, с ней видов он так! Мы готовы начинать! Да-да-да, конечно, готовы! А Губин готов! А Губин готов! А Губин готов! Готов! А вообще, мы сзал готов! Сзал готов! А ты за... Где же... Где же настоящие инструменти? Инструменти есть! Очень-очень, очень-очень, инструменти! Гитара? Нет! Гитара у одной оркестры не задействована! Успокойтесь! Где музыканты? 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 Музыканты будут с минуты на минуту! Что вы говорите? Да! А где же... Где же... Ну, извините, согласно моему контракту, я не должен ждать более часа! Почитайте! Часа? Такой час! Ну помилуйте! Вы что, не более 15 минут? Не более 15 минут! Я... Я не доволен! Я не хочу работать! Совершенно обретую! Я влетаю! Какая разница! Ага! Ага! Музыканты! Музыканты! Вы что, не можете никогда не договорятся, пока мы с тобой не помиримся! Музыканты! Подожди, подожди! Сейчас дети все уладят! Ооооо! Ооо! Ооо! Да! Что моешь? Да... Да, пожалуйста, вот это в рост! Да, ваоо! Да, все ясно! Да. А может... Ой, спасибо! Да... Да, да! А что, не вы что-то нервничаете? Что за нервничать? Вы же наши музыканты, посмотрите! Какие очаровательные! Вот, людей из соседнего леса. Да? Да. Это мне? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошие ребята, мне нравятся. Мне надо инструменты раздавать, чтобы... Вы думаете? Ну хорошо, раздайтесь. Сейчас проверим, на что ребята готовы. Так, я думаю... Вот так, да. А она не способна ей, думаю, палочки раздать, да? Палочки. Пожалуйста. Так, значит, здесь у меня есть чудо-палочка дирижерская, я ей умею... Скажите, друзья, вы умеете играть на этих чудо-инструментах? Да. Отлично, замечательно. Давайте послушаем, как они звучат. Пожалуйста, только треугольничек. Чудно. И только колокольчик. Ой, замечательно, ребята. По-моему, репетиция прошла на ура. А ну, там понятно, там взрослая мама, она, конечно, сможет. Спасибо. Да. Пожалуйста, маэстро музыку. Да. Замечательно, маэстро. Спасибо. Пока все тишина, ритм будет задаваться. Давайте так любой. Поехали. Можно. Поехали. Хорошо. Продолжаем. 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 Улыбаемся. Вступают мамочки. И треугольнички. Интересно. Улыбаемся. Я к нему. Хорошо. Замечательно. Мастеров. Да, это, это, это мастеров. Давайте, пожалуйста, я вам поставлю. Да. Улыбаемся. Ну, лучше только я, но я. Ну, и все. Ну, и делаем все. Замечательно. Замечательно. Чудесно. Друзья, ну я же, надо поаплодировать себе. Хорошо. Замечательно. Дорогой Болгон. Не слышу вас. Да. Ну, заберем все, не надо. Подождите, ваши еще не будут. Концентр. Ах да, совсем забыли. Ну, может вы тогда проведете наши друзья дальше? Конечно, конечно. Пожалуйста, девчоночки, на тропиночку становимся, но вам сделают разные. Это важно. Хорошо. И по тропиночке, я буду жụну. Вот, чудо-дерево. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да перестань, ну посмотри, какие они крошечные. Ну что они могут здесь поломать? Их вот чем нужно надеть, чем подарок садить? Лилипуты, я не знаю, как вы сюда попали, но вы когда-нибудь вот такой огромный стул видели? Нет. А такую огромную кровать видели? Нет. Слушайте, а хотите попробовать на ней посидеть? Да. Идем, идем. У нас великан, что выезжает на этой кровати. На плотную кровать. Стоп, как? Ну вот смотри, теперь все почешем, лилипуты на кровати спят. Только вот я совсем не могу, а если они заснут? И остался день навсегда. Не переживай, они не уснут, потому что улеглись без подушки. Будут только ворочаться, и сон к ним в гости не придет. Но знаете, что есть, где они висели, а не высадитесь. Пожалуйста, давайте поиграть. Устроим парк аттракционов, согласны? Да. Ну я на этих буду очень важно наблюдать. Ну я не хотелось бы ничего поломать. Поговорили обезьянную местную кожу, очень много волшебное слово. Вы знаете? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну совсем другое дело. Да сейчас, давайте. Смотрите, наш великан вяжет себе шар. И у него вот такая вот толстая шерстяная лифка. Ну я хочу пополам. 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 А вы? Выстраивайтесь передо мной в парадок. Парадок, парадок, парадок. Я хочу пополам. Один. Второй. Теперь один шаг подаль. Ладно, что можно немножко немного отталкивать? Это что? Да. Не буду. Раз. Теперь. Обнимаю шагку. Иди, иди, иди. Оп! Не знаю, кто это было кто? Да-да! Ой, а я их не такой? Вот, прийди, могут прыгать на пол, так он продается! Оп! Иди ножки, нужно отходить на пол, и,isiaj, нужно ядрю на пол и все, чтобы ты лучше помоглую. Так, скажите, а потом мы похудем по полу, да? Нет, давайте. Давай, отправим по полу. Мы же давим по полу, чтобы он не может пожалеть, чтобы у вас был первый раз. Ой, стой! Ой, стой! Это же любимая, кстати, наша хозяйства! Отвуска! Ну, мы не говорим, что в чём ты! Да! Мы сейчас всё соберём! Давайте! Давайте! Теперь вам попробуем немного. Закросьте, нет? Поехали! Да, мы не можем. А я тогда всё не плачу! Хорошо, за всё убьём! Ой, крылья по стеклу! Берём каждый по стеклу, одну скупочку, и задавайте туда в полки. В полки, всё в полки! Вот это да! Ходяй и шутер! Скорей! Быстрей-то подкрывайте! Подкрывайте, подкрывайте! Не бойся, Орешкин, я с тобой! Вот здесь происходит! Кто-то без спросу пробрался в моё жилище! И устроил здесь такой беспорядок! А ну-ка, быстро убирайтесь отсюда! Не бойся! Не бойся, он сейчас устроил! Какую голову! Я, может, я спрячу там, под кроватью, он вас увидит, но... О! У нас и есть маленькая штука, через которую вы, возможно, с тобой пропускаете! Побежали, побежали, побежали! Побежали, побежали, побежали! Побежали, побежали, побежали! Побежали, побежали! Побежали! Не бойся! Мне страшно. Нажмите красную кнопку. Ой, подядь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok